МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Урбан". Программа о городских проектах. Да, в эфире программа Урбан. В студии Владимир Сметанин и Светлана Занько. Добрый день еще раз всем. Добрый день. Как сделать наш город лучше? Слушайте Урбан. Программу о городских проектах. Каждые две недели по средам в 11.06. Сделаем наш город лучше вместе с системой Глобус. Вроде среда уже, не понедельник, да, и все никак в работу не можем включиться. Все, давайте работать. Я сказала понедельник, что ли, где-то? Нет, среда. Урбан. Мы с тобой анонсировали в первом части, что это программа Урбан. Да, надо сказать нашим слушателям, кто только что к нам подключился, что у нас действительно была с 9 до 12 профилактика, и мы вещали в интернете. И поэтому первый час нашего сегодняшнего эфира вы можете, кто не слышал в интернете, можете сегодня переслушать на сайте хакера.ру. Вечером мы говорили о сборе, с одной стороны о сборе, с другой стороны о раздаче еды и одежды всем нуждающимся в городе Кирове, вот людям, которые остались без дома, может быть, без дохода. Сегодня в 2 часа на Комсомольской 41 будет это происходить. А сейчас у нас в программе Урбан Илья Вячеславович Шульгин, глава администрации города Кирова. Добрый день, Илья Вячеславович. Добрый день. Мы анонсировали ваш приход, мы говорили об этом вчера и сегодня тоже говорили. Дело в том, что на прошлой неделе в Москве состоялось рабочее совещание, посвященное подготовке к празднованию 650-летия города Кирова. 8 ноября оно состоялось. Да, совершенно верно. Это была, насколько я понимаю, первая такая рабочая встреча на федеральном уровне. Да, это была первая встреча оргкомитета, посвященного как раз 650-летия города Кирова в 24-м году. Вот такой, да, дилетантский просто такой вопрос. Оргкомитет по подготовке к 650-летию нашего города. Да. А проходит он в Москве. Ну, то есть, как это все устроено? Мы в первый раз с этим сталкиваемся. Как устраиваются такие вещи? Ну, могу сказать, что все памятные даты, которые вообще в России происходят, значимые, они находятся в ведении Министерства культуры Российской Федерации. Это как бы ведомство, которое отвечает за проведение мероприятий. И на каждое мероприятие федералы выделяют средства. Есть определенная формула, по которой это все нормируется. То есть, ну, это условно, где там на каждого жителя выделяется определенная сумма. И вот по этой формуле как раз в 2013 году было подписано постановление правительства о том, что в 2024 году будет праздноваться вот такая дата, что 50 лет нашего города, и выделяется определенное финансирование на определенные мероприятия. Там видов мероприятий два. Первое – это культурно-массовые различные мероприятия, которые должны пройти в нашем городе. — Сопровождая сам юбилей уже в 2024 году. — Нет, это, понимаете, это мероприятия, которые будут проходить в течение трех лет, которые предваряют эту дату. То есть это получается… — Цепочка мероприятий, которые приурочены… — 21-е, 22-е, 23-е годы. Вот. И там определенные фестивали, выставки, какие-то там чтения и так далее. Ну, такие культурные мероприятия. Это одна часть. Вторая часть связана чисто вот с капитальным строительством, так скажем. То есть это туда вошли объекты. Это реставрация нашего драматического театра и цирка. Вот. Но на этом совещании как раз обсуждались эти вопросы, прежде всего, связанные с постановлением. Такой красивый номер, 22-22. Вот. И уже по итогам этого обсуждения мы перешли к следующей части. Был создан довольно интересный ролик о нашем городе. — Вами вы приготовили наша делегация. — Да, да, да. Вот. Где мы, собственно, ну, так скажем, современный формат презентации, чтобы вот эти листочки не перебирать, на экране там ничего не переключать, просто мы эту презентацию облекли в форму такого ролика, который, в общем-то, показывает, что из себя представляет Киров, потому что, ну, так скажем, наш город, он, может быть, кто-то был, кто-то не был. Вот. Хотя в оргкомитет входят люди, которые имеют представление в нашем городе, но, тем не менее, в ролике мы упомянули, насколько он вообще интересен и исторически значим. После этого... — Простите, ролик уже выложен в общий доступ в интернет? Любой желающий может посмотреть? — Так вот. — Как федеральное правительство презентовали? — То есть он только для... — Сегодня мы его выложим хорошо. — Вот, отлично. — Интересно посмотреть, что показали москвичам. Очень любопытно, да. — Ну, понятно, что совершенству нет предела, наверняка найдутся критики, но, в принципе, ролик показал и обозначил те главные вопросы, с которыми мы на первый оргкомитет приехали. Потому что, на самом деле, как вы помните, мы вот с Игорем Владимировичем когда приходили, и было довольно обширно... — Представлена программа. — Представлена вот программа, по которой мы будем двигаться, причем мы по ней будем двигаться вне зависимости от того, попадут эти мероприятия в список тех, которые к шлот 50-летию или не попадут. Это просто вот те мероприятия, которые накопились, которые нужно сделать. Дороги, тротуары, фасады. — Ливневка. — Ливневка, все там. — Спортивные, культурные, образовательные учреждения. — Да, да, да. И, в принципе, чтобы, так скажем, не утяжелять первое наше представление о нашем городе и о нашей программе, это было принято решение. Именно показать ролик и обозначить, так скажем, первый вопрос, который на сегодняшний день перед нами стоят. И, в общем-то, это было сделано. И понятно, что Виталий Леонидович, как человек, который в свое время курировал спорт, ну, мы, так скажем, сделали определенный упор именно на спортивную инфраструктуру. И начали с того, что у нас уже есть прекрасный комплекс, который был построен по программе «Газпром детям». Он уже у нас функционирует. 27 ноября предварительно согласована дата приезда Миллера Алексея Борисовича, чтобы показать вот этот замечательный объект. И есть же решение дальше его развивать. То есть, в 2019 году запланировалось строительство бассейна рядом с этим великоатлетическим манежем. Тоже с «Газпромом». Да, это в продолжении той же программы. То есть, финансирование, проект уже все есть. И мы, так скажем, ожидаем, что вот в 2019 году у нас появится еще один объект такой замечательный. Вот. Как вы знаете, построена дорога к этому объекту. Сейчас в администрации планируются проекты строительства дороги с улицы Милиция, чтобы сделать, так скажем, сквозной проезд. Ну, и уже много, кто, как говорится, упражнялся, что место выбрано неудачно там и так далее. Ну, Вересники, это, я напомню, это самая центральная часть нашего города. Причем очень удачно расположенная, красивая. Есть одна проблема, что территория затопляется. Ну, все об этом знают, как бы это не секрет. И сегодня мы обсуждаем как раз варианты, которые позволят эту территорию защитить и создать микрорайон, который, так скажем, будет украшением нашего города. И как раз вот оттолкились от того, что, ну, прийти и попросить денег, это, ну, такая довольно, скажем, банальная задача. И понятно, что в сегодняшней ситуации очень сложная в целом в нашей стране и геополитически, и вообще все же видим, что происходит в хозяйстве и в мире в целом. Поэтому очевидно, что как бы прямолинейно, ну, скорее всего, что скажут, что денег нет. Ну, зачем задавать вопрос, на который наш ответ? С другой стороны, в государстве нашем создано огромное количество федеральных программ, по которым мы можем и будем привлекать деньги. И я могу сказать, что такой подход очень, так скажем, интересный и удачно сложился в нашей встрече на этом комитете после показа ролика, после представления Игоря Владимировича, комментариев, которые более полно, так скажем, описали и Кировскую область, и наш город замечательный. После этого уже пошла дискуссия и Виталий Леонидович, Мутко и члены комитета уже сами начали, так скажем, предлагать определенные пути финансирования по разным программам федеральным. Сегодня, как вы знаете, у нас идет программа БКД, сегодня у нас идет программа Комфортная городская среда и, кроме этого, в рамках 12 у нас проекта, которые запущены нашим президентом, формируются программы, которые будут финансироваться из федерального центра. Будет федеральное финансирование. И сегодня мы как раз очень удачно так получается, что в эту работу входим, вошли уже. Кроме этого, Виталий Леонидович спросил, есть ли тут представители администрации города, ну и вот были заданы вопросы, какие самые острые проблемы в нашем городе есть. Понятно, что самые острые проблемы это не на поверхности и наш город в этом плане не оригинален. Что Вы обозначили? Ну, прежде всего, это наличие аварийного ветхого фонда жилья. Довольно существенно, и в принципе, мы рассчитываем на то, что программа, которая действовала, она будет продолжена. Сейчас просто, я так понимаю, идет вот уже непосредственно в ненурах Минстроя и фонда содействия развития ЖКХ, согласование каких-то вот этих вот программных мероприятий. Поэтому, вот, по предварительной информации, ожидаем, что в эту программу должны войти все аварийные дома, которые признаны таковыми до 1 января 2018 года. С 1 января 2012 по 1 января. Серьезный такой задел. Серьезный, да, это и огромная работа, и огромная ответственность. То есть, тут, как это, вся страна замерла в ожидании. Кроме того, по всем вот направлениям, там, чистая вода, сейчас программа, под которую можно получить финансирование, огромное количество. Сейчас, вот, прежде всего, обсуждалось то, что вот этот вот кладер спортивный, который начал развиваться, его необходимо с Газпромом до конца обсудить. И я думаю, что вот Анна Александровна Альминова, как раз, которая у нас является замминистра спорта и молодежной поэзии. И она с вами ездила на это. Да, она с нами ездила, и прекрасные отношения с Виталием Леонидовичем, то есть, он с большим пониманием и поддержкой относится вот к тому проекту, который она ведет, и то, что вот мы строим совместно с Газпромом. Поэтому, здесь, вот этот, в Вересняках, та точка роста, которая позволит как раз вот эти последовательности, эти программы все и туда затаскивать. То есть, это и программа дно углубления Вятки и берега укрепления, то есть, грунт, который сегодня, так скажем, которым заросло русло, его можно вынуть, его можно положить на берег, тем самым создав определенную защищенную территорию. Кроме этого, вот, с Министерством Ахана окружающей среды сегодня готовится вся документация для того, чтобы войти в программу очистки малых рек. Вы знаете, мы на Урбенфоруме обсуждали то, что Хлыновка будет чиститься, потом в следующий на очереди у нас Людченко, ну и все остальные наши замечательные реки. Поэтому здесь вот мы должны быть готовы к такой определенной, вот мы представили большую, в прошлый раз огромную программу, как мы будем действовать и что нам необходимо сделать. И сейчас задачи хоть на немного, но в каждую программу по каждому направлению войти. В федеральную программу. В федеральную программу. Если где-то федеральных программ пока нет, сформировать, например, региональную программу, чтобы у нас была возможность, так скажем, планировать туда какие-то средства. Прервемся на полминуты. Буквально у нас в студии Илья Шульгин, глава администрации города Кирова. Мы обсуждаем итоги заседания рабочей группы по подготовке к 650-летию города Кирова, которая прошла на минувшей неделе в Москве. И продолжим это делать через полминуты. Урбан. Программа о городских проектах. Я Шульгин, глава администрации города Кирова в программе Урбан. Сегодня 211-101 номер телефона прямого эфира. Мы всегда в Урбане принимаем звонки, но, пожалуйста, давайте ваши звонки будут сегодня направлены именно на Тути, на те вопросы, о которых мы сегодня говорим. Это 650-летие. Конструктивные предложения. И да, и большие какие-то такие предложения, возможно, или уточнения по тем проектам, которые, уже я вижу, что на Мане лучше на... Давайте, мы хотели звонок, мы сразу его передаем. примем. И, простите меня, пожалуйста, вы должны уже к этому привыкнуть. Если он будет не по теме, то я корректно откажу вам в продолжении разговора в эфире. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Краснов Александр Михайлович. Да, Александр Михайлович. Слушаем вас. Вот два момента хотел озвучить. Первый момент. Вот хотелось бы в качестве предложения сказать главе администрации, у нас такой вот участок от Сума до улицы Профсоюзной по Октябрьскому проспекту, что в сторону Лепси ехать, что оттуда ехать, деревья очень сильно наклонились на проезжую часть Октябрьского проспекта. Ну, вот в качестве предложения надо бы или их подрезать, или их там ликвидировать. Это уже на усмотрение администрации. Но, наверное, не только администрации. Все-таки необходимо общее мнение жителей и анализ этой истории. Потому что, если вам они мешают, кто-то будет в этот же момент сопротивляться вырубке деревьев. То есть надо тут аккуратно подходить. Они не мне мешают, а просто это на самом деле неудобно. Деревья наклонились очень сильно, зимой они еще сильнее наклонятся. Просто будет неудобно для транспорта. Хорошо, Александр Михайлович. Дальше, хорошо. Дальше. Еще предложение. И второй вопрос. Вот то, что Нововятский район у нас очень сильно расстраивается, да, и очень большие пробки образуются на участке от Солнечного берега до Блюхера, потому что дорога очень сужена. Вот, ну, тоже в качестве предложения может быть как-то порешать о расширении этой дороги, ну, или какие-то объездные пути. Потому что студенты, когда едут на учебу, ну, опаздывают очень сильно, потому что большие пробки. Вот такие предложения. Спасибо, конструктивно. Александр Михайлович, кстати, это красносельский хлеб. А, прекрасно, прекрасно. Ну, смотрите, я вот почему сразу за деревья так это встала, горой, потому что прежде чем все вырубать, чтобы транспорт хорошо прошел, надо все-таки посмотреть, насколько это вырубать можно, что можно оставить, во-вторых, как это все будем озеленять. Я всегда, я всегда просто, это моя позиция, у нас тут, урбан здесь все высказываются, моя позиция, что с зеленью нужно поступать очень грамотно, осторожно, и прежде чем вырубать, думать, чем мы это будем заменять, как это скажется на экологии города. Ну, и, конечно, я все-таки стою на той позиции, что пешеходы прежде транспорта. Ну, вот здесь, Илья Вячеславович, вы записали, дирекция зеленого хозяйства, что у нас там называется. Мы у нас сейчас объединила эту структуру, насколько мы помним. Посмотрим на эти деревья. А вот что касается Новоавятского района и Солнечного берега, и дороги, к 650-летию. Еще раз обращаю ваше внимание, слушатели, это не то, что свершится в год 650-летний, не 24-й год. Это общее направление развития города. И по дорогам здесь у вас очень много документации и заявок, и разработок. В том числе, конечно, это направление тоже рассматривалось. Конечно, потому что, если вы помните, мы вот и на Урбан-форуме много обсуждали, что у нас улица Ленина, она как осевая, которая переходит в улицу Советскую в Новоавятске, она, понятно, что перегружена у нас, потому что, во-первых, и транзитный идет по ней, и внутригородское движение довольно интенсивное. Очевидно, что... И новые микрорайоны растут. Поэтому большое внимание уделено развитию дорожно-транспортной сети города, которая будет, так скажем... Развиваться. И развиваться, и будет планироваться, куда растет город. Это в рамках работы по созданию нового Динплана. Поэтому, если говорить глобально, то очевидно, что для улицы Ленина, переходящей в Советскую, необходим дублер. Дублер, который пойдет сегодня у нас из центра города через новый путепровод по улице Попова. Через чистые пруды. Через чистые пруды. Далее эта дорога, как раз она и пойдет вдоль железной дороги на той стороне. И у нас было совещание с РЖД, на котором был поставлен вопрос о выдаче городу тех условий, где было бы оптимально пересечь железную дорогу новыми путепроводами, чтобы можно было с улицы Ленина или там суды Советской уйти через железную дорогу на дубле, которое пойдет вот вдоль нее от чистых прудов до Родужного. Это, так скажем, создаст возможности выбора каких-то других маршрутов, которые позволят эти пробки объезжать, либо просто им даст возможность не собираться. Поэтому здесь поверьте, что работа уже идет и на сегодняшний день вот еще в рамках опять же большого совещания, которое было с РЖД, серьезно рассматривался вопрос создания так скажем проезда, прокола тоннеля под железной дорогой на Новоядском переезде. Так называемого Горбатого переезда. Да, в народе так называют. В этом году удалось его отремонтировать, то есть он стал скажем более приемлемый для проезда, но расписание поездов никто не отменял, понятно, что приходится там стоять довольно долго иной раз. Поэтому вопрос такой очень серьезный и опять же мы сейчас ищем пути совместно с Минстроем России, каким образом можно это профинансировать, в том числе за счет различных программ, которые существуют на сегодняшний день в России. Вот надо обратить особое внимание на эти вещи. вы как раз когда приходили с Игорем Владимировичем Васильевым, говорили о том, что вот эта извечная жалоба на то, что в нашем не очень обеспеченном, а то и нищем городе денег нет, ничего не случится, ничего не будет. Вот наша программа Урман, как вы знаете, уже три года работает над тем, чтобы менять наше самосознание и понимание того, что, во-первых, а, деньги есть, вопрос, как мы их используем, б, иногда дело не в деньгах, а в людях, человеческий фактор и компетенции людей, и третье, это контроль, конечно же, да, и вот те огромкие дела, которые в этом году, с тех пор, как вы заступили на пост главы города, главы администрации города, идут по разным объектам, которые вот шумели, мы и Парк Победы, сейчас смотрим, многие другие вещи, об этом говорят, что контроль усиливается, и контроль это необходимая составляющая хорошей здоровой экономики. Примем сейчас телефонный звонок, потом продолжим по программам. Есть у нас, да? Вы в эфире, добрый день, как вас зовут? Добрый день, Надежда. Надежда, ваше предложение? Я против построения этого спортивного кластера в лесниках, это просто нецелесообразное вухивание денег. Поясните, почему? В этом месте будут собраны все спортивные сооружения и весь город устремится туда заниматься. Во-вторых, там подъехать неудобно и вбухивать деньги на поднятие берегов, это просто пустая трата денег. Спасибо. Не вздуманно. Я прошу, чтобы построили бассейн в чистых прудах, где много народу. Вот. Спасибо, Надежда, за этот вопрос. Я как раз вчера, когда мы с Ильей Вячеславовичем позавчера беседовали по поводу прихода и нашей программы, это и сказала. Конечно, мы, журналисты, СМИ, выдергивают обычно из сообщений самое такое яркое, вересники, это яркая история и большой спортивный кластер, безусловно. Но, Надежда, наверное, вы не слушали внимательно программу «Урбан», которая как раз мы сегодня неоднократно ее упоминали, которую мы проводили совместно с губернатором и ситименеджером, где и говорили, какое количество спортивных объектов во всех микрорайонах города будет построено. И чистые пруды, у меня прям даже страница открыта, там есть. Есть? Да. Запланирован. Планируется строительство универсального спорткомплекса с залом, плавательным бассейном и крытого катка в микрорайоне Чистые пруды. Ну, на самом деле, задумка-то, она, на самом деле, очень простая. И вот, в общем-то, развитие больших мегаполисов, таких как Москва, Санкт-Петербург, та же самая Казань, там у нас наши соседи, она показывает, что присутствие в каждом микрорайоне такого спортивного объекта, оно приводит к тому, что спорт реально становится массовым. То есть сегодня, например, если мы пойдем гулять в парк, я не знаю, там в Москве, в Казани, в Петербурге, в Самаре в воскресный день, то, скорее всего, мы увидим праздногуляющую публику с детьми, кто-то занимается в спортивных локкаут-зонах, кто-то там просто бегает по парку и мы, скорее всего, не увидим ни одного человека или там группы людей, которые сидят на лавушке и пьют пиво. Теперь уже да. А 10 лет назад это было нормой, понимаете? И вот это вот сознание переломить, его можно только внимательным отношением к таким объектам. И на сегодняшний день могу сказать, что мы, как говорится, каждый день в администрации заняты, в том числе подбором существующих объектов у города, которые можно перепрофилировать в спортивные школы и так далее, чтобы дети наши имели возможность заниматься с малых лет. И вот тот, ну, я понимаю, что вот Надежда беспокоится, что это построив бухи у них денег. Я могу сказать, что береги укрепления во всех городах имеют место, и это один из способов создания новых территорий городских. Санкт-Петербург уже на протяжении последних лет 20-ти бесконечно намывает территории и строит там микрорайоны. Как и Казань. Так же, как и Казань. Поэтому здесь нужно говорить не о том, что это просто бухи у них денег, а нужно подумать о том, что мы приобретаем. Потому что, если посмотреть сверху на вересники, то мы увидим, что это порядка 350 гектаров свободной городской земли. Ну, условно, свободной. Там есть предприятие, там есть жилой фонд, который необходимо расселять, потому что он уже, так скажем... Там трущобы настоящие. Ну, да. Трущобы. Там большая социальная проблема, и ее нужно тоже решать. В отношении которой можно помечтать, что там могло бы быть. Более того, я могу сказать, что те дома, которые там находятся, люди же каждый год находятся в определенной зоне риска, что абсолютно недопустимо. Поэтому, если говорить о том, чтобы вот эту ситуацию поменять, то очевидно, что людей необходимо переселить в современные комфортные условия, создать их на эту территорию, преобразовать, защитить. Там разные инженерные способы. Либо создать определенные гидроинженерные сооружения в виде вала, либо всю территорию поднять. Но это уже вопрос, я говорю, вопрос программы, вопрос финансирования, вопрос возможностей, которые в этих программах есть. Сегодня, пока мы обсуждаем дно углубления и берега укрепления. То есть сначала мы создаем вал определенный, а потом уже внутри. Это, в принципе, чисто инвестиционная история, потому что на территории 350 гектаров можно возвести очень приличное количество различного жилья. Поэтому инвесторам, заинтересованным в этой работе, как раз, вероятнее всего, и будет поручено все эти вещи сделать. Но первый шаг за нами. И он сейчас планируется. Но надо сказать сразу, потому что, чтобы не было спекуляции, что кроме жилья, которое в Вересниках может возникнуть в случае грамотного подхода к разработке этого места, еще раз, я все-таки обращаю внимание, я и в особых мнениях тоже обсуждаю это с нашими спикерами, надо очень важно решить серьезную социальную проблему, которая есть в Вересниках. Как там живут люди, достаточно съездить и посмотреть. Второе. Кроме жилья будут детские садики, школы, будут спортивные объекты. Это будет полноценный микрорайон, если все получится. Не если, а когда. Когда все получится. И еще, я вижу, что есть телефонный звонок. Но при этом у нас реклама должна быть. При этом у нас реклама, и при этом нас не оставляют своими сообщениями и вопросами жителей Чистых прудов. Все это мы сделаем после короткого перерыва. Урбан. Программа о городских проектах. Давайте сразу звонок примем, да? Да, мы только скажем, что в студии у нас Илья Шульгин, глава администрации города Кирова, и мы все-таки обсуждаем сегодня не совсем сиюминутные какие-то вещи, а вещи, которые связаны с развитием города и с его 650-летием и с крупными направлениями развития. Добрый день, вы в эфире. Как вас зовут? Ваши предложения. Добрый день, алло. Нет, уже, наверное, слушатель не дождался. Но посмотрите, я обещала, что я зачитаю вопросы от жителей Чистых прудов. Прежде чем зачитаю, скажу, вот все-таки слушательница, которая нам звонила и переживала, что нет ни в Чистых прудах, ни где-то еще спортивных объектов, а все вбухают в лесники, да? Надо сказать, что запланировано, вот уже Илья Вячеславович сказал, в каждом микрорайоне развития спортивной инфраструктуры, например, крытый ледовый каток в жилом районе Урванцево, универсальный спортивный зал в микрорайоне Озерки, плавательный бассейн в микрорайоне Коминтерн, дворец интеллектуальных видов спорта в лесниках, о которых мы говорили, большой футбольный манеж в Чистых прудах. И вот Чистые пруды, которые, правда, долгие годы были обделены вниманием, туда заехали молодые семьи под обещание того, что у них там все сразу возникнет, и школы, и поликлиники, и спортивные объекты, и никак не могли этого дождаться, они вас еще просят вот о чем, Виталий Рожнев пишет, по поводу дня города, ну, празднование 650-летия, просьба включить район Чистые пруды в места праздничных мероприятий, а то район на 30 тысяч жителей труднодоступный для транспортного сообщения, и ничего там город ни разу не организовал, а, может быть, даже не 650-летие, а то он просит этот вот день города, да, все праздники застройщик с активистами делает, могут взять и сделать праздник, да, давайте салют закупим повыше, чтобы вам из Чистых прудов был, извините, ну, зачем-то, вот люди говорят о конкретных правдовещах, они хотят, чтобы жизнь пришла в их микрорайон, а мы, кстати, говоря на урбанистическом форуме, об этом мы говорили, что опасность вот этих строительств микрорайонов на обочинах, да, вы помните, говорил Илья Залевухин, как раз говорил, другие архитекторы, которые вот экстенсивно строились в последние десятилетия, это то, что в Чистом поле строится микрорайон, в котором ничего не происходит долгий год, об этом говорили мы. Об этом говорили, ну, на самом деле, понимаете, вот, это уже проблема не совсем урбанистическая, это проблема событийного потока в нашем городе, и понятно, что вот и Министерство культуры, и наше, областное, и наш департамент культуры, городской, как раз сегодня очень серьезно над этой проблемой мы думаем, и я могу сказать, что вот, например, на сегодняшний день администрации города ведутся переговоры с жюри конкурса «Золотая маска», театральный конкурс всероссийский, и сегодня мы пытаемся успеть, так скажем, попасть в событийную сетку театральную на 2019 год, чтобы, потому что эта премия финансируется федерацией, по всей России проходят фестивальные различные спектакли, антрепризы, и так далее, вплоть до того, что уличные какие-то театры, в том числе импортные, можно пригласить, это все оплачивается из федерального бюджета, и мы за небольшие деньги, там, ну, там, какой-то технический райдер необходимо нам выполнить, можем у себя это все получить. И на сегодняшний день, поскольку этот вопрос такой, ну, больше технический, то есть, вот, в ходе переговоров чего удалось добиться, был данный вопрос, а можно ли у нас провести в Кирове? Можно, конечно, подскажите мне технический райдер на вашей площадке. Ваши требования, да? Все. И на этом, как бы, площадок нет, да? Нет, не то, что их нет. Почему все? То есть, сегодня мы подбираем все площадки, на которых можно провести так или иначе. Золотую маску. Ну, мероприятие золотой маски. Это и наш драмтеатр, это и все наши дома культуры, которые у нас только есть. Мы сейчас вытаскиваем все, чтобы это можно было согласовать, и они просят дать описание улиц, на которых можно, пешеходных зон, где можно в том числе организовать какие-то уличные перформансы. Это, естественно, и набережная Грина, это, естественно, и пешеходная часть улицы с Паской, и, возможно, это вот сквер, ленточный парк, который сегодня существует в чистых прудах. Почему нет? То есть, в принципе, это все можно интересно организовать. Вопрос просто, ну, насколько мы успеем, сколько мы на себя сможем этих событий оттянуть, это уже вопрос. Ну, это вопрос в работе, который, ну, вот докладываю, вот мы еще и это стараемся в город привезти. Сейчас мы примем телефонный звонок. Алло, добрый день, представьтесь, пожалуйста, и предлагайте. Здравствуйте, это Игорь Киров. Я хотел бы поблагодарить Илью Пешаевичу. Я где-то полгода назад просил несучить возможность сделать переход на Некрасово к магазину «Магнит». Ну, может, не только один я просил, но сейчас переход сделали. Спасибо большое. Очень рада. Так, вы с... До свидания. А, просто поблагодарить. С благодарностью звонил. Вы, кстати говоря, Надежда, которая нам звонила по чистым продам, она позвонила еще раз, она не верит, что в чистых прудах могут быть построены спортивные объекты и говорит, что там уже не осталось места. Ну, вот человек в отчаянии же, он ни во что не верит. Места там много. Понимаете, вот давайте мы перейдем от вопросов веры к вопросам прямого знания. То есть, есть определенные планы, вопрос, когда они воплотятся в жизнь, потому что, ну, все-таки суммы очень приличные стоят в тех планах, которые мы себе наметили. И понятно, что своими силами, вот давайте вот мы все это построим, своими силами, ну, это утопия, у нас просто столько нет денег. Но на сегодняшний день могу сказать, что, например, ну, вот по программе БКД, кто-то верил, кто-то не верил, но по программе БКД за два года, с 16 по 18 год, ну, за три уже. три сезона, за три сезона, серьезно изменилась ситуация дорожная. Ну, это, мне кажется, очевидно. То есть, дороги поправились, потому что я вот помню, в 16 году, когда я приехал и сам за рожем ездил по городу, смотрел, ну, знакомился с территорией, ну, плачевно было. Сегодня чуть получше, но тоже есть моменты очень такие тревожные, которые нужно очень внимательно смотреть и ямочный ремонт применять. Это все планируется. И там, будущий год мы планируем серьезную работу и в межсезонье. Понятно, что будем самые такие острые места заливать или литьевым асфальтом, или ямочным ремонтом. Ну, в общем, эта работа ведется, она систематическая, регулярная, и от нее никто не отвлекается. А если говорить вот об этих объектах, то понятно, что сегодняшняя ситуация, она как раз вот через создание национальных проектов, она нас серьезно подвигает к открытию этих возможностей. Я могу сказать, что, например, вот для меня самый яркий пример этого года это то, как меняется ситуация по детским садам. Тоже же, вот, да мы не верим, что там что-то получится, что за год кто построит садики, да что это за гутокия такая. шесть новых детских садов. Пожалуйста, вот-вот готовы. Можно пойти, потрогать руками, понимаете, сфотографировать, самому сфотографироваться на фоне этих объектов, они же есть. А вы говорили нам в предварительной беседе, что мы по показателям вот этим строительства детских садов, по программам вообще выстрелили в федерации. Мы в федерации находимся в топ-3 или в топ-5, ну, что-то такое. Вот, это по строительству детских садов, и я могу сказать, что благодаря такой нашей позиции, благодаря усилиям очень серьезным правительству и губернатору, нам на 2019 год запланированы средства, но сейчас мы ожидаем уже, ну, как бы непосредственно подписание соглашения еще на дополнительное количество детских садов. То есть там или два, или три детских садика мы в будущем году сможем еще построить только в Кирове, не считая, что еще эти объекты будут возможность построить в области. поэтому здесь работа, она вот, как бы, вот она ведется, вот она вот приносит свои очень серьезные плоды и то же самое по школе. То есть вот в Читых Прудах не было школы, вот планировали в 2020 году, сейчас мы уже понимаем, что 1 сентября 2019 года стоит задача, чтобы дети пошли уже в Читых Прудах в новую школу с бассейном. То есть это вот дальше смотрим, ну, по всему городу, где нам необходимы школы. Кроме этого, могу сказать, что сейчас серьезно очень прорабатывается вопрос, потому что у нас многие детские сады и школы находятся, так скажем, в ненормативном состоянии. Старые здания, старые помещения, не энергоэффективные, там холодновато и приходится там перетопы делать, чтобы дети были в нормальных условиях, окна старые. Сегодня серьезно прорабатываются вопросы заключения энергосервисных контрактов, которые позволят серьезно преобразовать, то есть на капитальный ремонт на сегодняшний день денег выделяется немного, которые не позволят нам, скажем, рывком отремонтировать все детские сады и школы. Муниципальные деньги мы имеем в виду. Да, 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 муниципальные деньги. Но много денег у различных компаний, которые сегодня занимаются энергосервисами, в том числе есть программа по энергосервису по школам, есть программа по энергосервису по детским садам. Сегодня это все считается, калькулируется и впоследствии мы будем выходить на различные компании, ну вот, типа, Мегафон, Ростелеком, там много их на самом деле, которые сегодня владеют этим вопросом, которые сегодня имеют программы под это финансирование, имеют накопленные собственные средства, плюс к этому у них есть соглашения с банками соответствующие, которые могут эти деньги направить на эти нужды. Поэтому это такая серьезная работа, которая тоже сегодня ведется. Да, мы должны через полминуты уже завершать. Я хочу сказать, что, вот возвращаясь к Ростелекам, то небольшое такое уточнение, что когда мы говорим о спортивном комплексе и жилых домах, то надо сказать, что, конечно, туда сразу вкладывают и озеленение, и зоны отдыха, и детские сады, и школы, и по нормативам там может возникнуть до 14 детских садов, 6 школ и поликлиники. И последний вопрос, я не уверена, что мы успеем получить ответ, но я его озвучу, чтобы Илья Вячеславович смог отреагировать. Значит, пишут, Илья Вячеславович, в мае на встрече с вами и с господином Симаковым решался важный вопрос о выезде из дворов по улице Попова со стороны Чистых прудов. Была достигнута договоренность, что 1 июля выезд на улицу Попова откроют. Прошло полгода, выезда так и нет. Очень важный вопрос. 3000 людей не имеют нормального выезда из двора, и контакты тут тоже оставлены. Я это все передам Илье Вячеславовичу Шульгину. Программа «Урбан» завершена. Спасибо и слушателям, которые участвовали в этой программе, и внимательно слушатели слушали. И спасибо сети-менеджеру Илье Шульгину, который никогда не отказывается, приходит, нам рассказывает все оперативные новости, намерения. городской администрации отвечает на вопросы жителей. Я думаю, что мы продолжим в том же режиме работать. Сейчас «Урбан» завершен. Всем хорошего дня. До свидания. До свидания. Урбан. Программа о городских проектах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова